10 признаков скорого инсульта. Первые звонки, предвестники инсульта. Нарушение мозгового кровообращения. Как организм предупреждает о скором инсульте? Сейчас я вам все это поясню. А перед инсультом ваше тело вас обязательно предупредит и не один раз. Главное, эти предупреждения увидеть и услышать. Я также вам объясню и то, как снижением повышенного артериального давления при этих признаках вы можете ускорить, спровоцировать, усугубить инсульт. Профилактикой инсульта, конечно, должны заниматься опытные кардиологи, а не другие специалисты-медики. Именно кардиологи, так как всегда инсульты связаны с проблемами сердечно-сосудистой системы. Они есть следствие проблем с сосудами и кровью, значит, идя глубже, с неправильным питанием и образом жизни. А это уже зависит от каждого человека. Инсульты бывают ишемические и геморрагические. Но об этом обо всем я подробно пояснял, разбирал в соответствующих моих видео на канале. Ссылки на них я оставлю вам в описании под этим видео, включая видео «9 причин болезни» и полная лекция про кровеносную систему. Итак, хотите жить? Предупредите избежать паралича, то есть инсульта. Слушайте меня внимательно. И еще раз переслушав позже эту запись, законспектируйте и будьте порядочными людьми. Перешлите ссылку на это мое видео всем своим знакомым и близким. Помогите им, предупредите их. Инсульт по-другому апоплексический удар, а по сути это острое нарушение кровообращения головного мозга, приводящее к церебровоскулярной патологии, отмиранию участков мозга и как итог смерти организма или частичной, а порой глубокой инвалидности. А некоторые признаки скорого, будущего инсульта равны признакам самого инсульта, только кратковременно проявляющиеся. Они есть и называются транзиторными ишемическими атаками. Появляются на время и проходят, но не бесследно, а вы должны их уметь выявить, не отмахиваться и не пускать все на самотек. Итак, признаки. Первое. Нарушение речи. Возникает и проходит. У человека как бы невнятная речь, как каша во рту. Бессвязная речь. Второй признак. Нарушение зрения. Кратковременное. Двоение в глазах. Вдруг. Помутнение. Третий признак. Нарушение движений. Координации. Тело как бы не слушается. Может ослабнуть, повиснуть рука. Человек может что-то выронить. Внезапно возникающая неловкость. А может волочиться, подворачиваться нога. Четвертый признак. А вернее, это группа признаков и факторов. Это сердечные проблемы, жалобы. Именно жалобы. Например, сердцебиение быстрое. Разные аритмии. Особенно мерцательные аритмии. При ней образуются, кстати, сгустки крови. Тромбы. Которые приводят к инсультам. Это очень опасный фактор. Есть такое состояние, вдруг возникшее. Пить теплую воду надо сразу. Если только, конечно, у вас неповышенное артериальное давление. Естественно. Тут же надо выделить симптомы тахикардии. Дискомфорт в области сердца. Говорят, сердце зашлось. Замирает. Любое нарушение сердечного ритма – это риск кардиоэмболического инсульта. Знаете об этом. Тогда в этом случае спасут антикоагулянты. Но потом уже обязательно водородная вода, которая, условно говоря, разжижает кровь. То есть не дает сгусткам образовываться никаким и тромбам. В конце видео поясню и ссылки оставлю, кто не в теме и хочет спросить, что это такое. Обязательно надо убрать из рациона мясо, молочку, крахмалы. Больше есть зелени. Обязательно дополнительно магний. Витамин D3 с К2. Фульвовую кислоту употреблять с витамином В9. И фульвовую кислоту с магнием. Теперь особое внимание. Если давление ниже 180, ни в коем случае не снижать его при данных признаках никакими гипотензивными и прочими препаратами. Риск здесь огромный снижать. Почему? А тогда вы просто получите еще больше недостаток кислорода в мозге и спровоцируете, ускорите инсульт. Ведь повышение артериального давления есть механизм компенсации дефицита кислорода в тканях. Так как при повышенном давлении кровь по артериям в большем объеме и быстрее доходит до всех тканей, а кислород до конечных клеток потребителей. Организм поднимает давление за счет большей нагрузки на сердце вынужденно. Например, по причине сужения просвета кровеносных сосудов. Скажем, из-за микротромбов или атеросклероза. А в первую очередь при дефиците кислорода в головном мозге и самом сердце, в мышце миокардио. Ведь они главные потребители кислорода. Снизив давление при таких симптомах с признаками ишемии, вы можете ускорить и усилить сам инсульт вследствие усугубления кислородной недостаточности в тканях. А инсульт это омертвление тканей из-за дефицита кислорода. Кстати, а у мозга может быть не только инсульт, но и инфаркт. Да-да, инфаркт мозга. Пятый признак опущения угла рта. Как бы перекос одной половины относительно другой. Еще сюда же можно отнести такой признак. Плохо слушается язык. Подтекает слюна или когда человек ест и пьет из уголка рта. Шестой признак. Онемение лица, щек. Ну и онемение рук и ног. Тут, конечно, могут быть разные причины. Но уже этот факт должен заставить вас прислушаться. Нет ли других признаков? Седьмой признак. Густая кровь. Ну, точнее, высокая сворачиваемость крови. Много в крови тромбоцитов. Повышенное количество. Это большой риск. Меньше ешьте вареной и жареной пищи. И больше пейте воды. Восьмой признак. На глоток еды и воды начинается кашель. Человек как бы подавился. Сбивается. Это сбивается. Нарушается глотательный рефлекс. Это яркий признак. Девятый признак. Внезапные провалы в памяти. Не помните, как тут оказались. Что говорили только что. Или человек рассказывает что-то и замирает. Как бы в прострацию погружается. Или человек не слышит речь другого человека. Не понимает, что человек рядом ему говорит. Или человек говорит одно и то же постоянно. Говорит и сразу забывает. И повторяет заново. Ну, что только недавно говорил. Это очень характерные признаки. И последние самые состояния перед инсультом таковы. Потеря координации перед инсультом за несколько часов бывает сильная внезапная слабость. Она как бы наваливается. А перед самым инсультом. И сам инсульт часто сопровождается диким паническим страхом. Ну, что, дорогие товарищи. Важную я дал вам информацию. При этом очень четко, коротко. Тогда можете поддержать меня. Отблагодарить за мой труд и мое время. Во-первых, можете подписаться на мой канал. Кто этого еще не сделал. Поставить пальчик вверх. Написать комментарий. Это продвигает ролик. Пожертвовать на развитие моего канала. Какую-то сумму. Ссылка будет в описании. И приобрести, приобретать далее, впредь важные и качественные биопродукты, добавки, приборы и иные мои товары. Ссылки на все это я оставлю вам под этим видео. Еще несколько советов и пояснений. Вот когда высокое, повышенное, то есть артериальное давление, а это риск инсульта и инфаркта, помните об этом, пить много нельзя. Вот тогда человеку, чтобы разжижать правильно кровь без последствий, без препаратов химических, которые могут и оказывают пагубные воздействия на почки, печень, это дыхание водородом. Не питье водородной воды, потому что пить много нельзя, а дыхание водородом. Это разжижает кровь. Есть такие соответствующие приборы. Ссылку оставлю. В момент приступов, вот тех признаков, о которых я говорил, обезболивающие, не принимать. Это может усугубить и привести к инсульту. Посмотрите все мои видео про инфаркт, про сердечно-сосудистую недостаточность. Да, на сыроедении, кстати, инсульт, инфаркт практически невозможно, если только у человека этого нет. Дефицита витамина В12, омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, а именно ЭПК и ДГК, витамина Д3 и витамина К2. Вот нет дефицитов, невозможно на сыроедении инсульта, инфаркта, имейте в виду. Про воду я говорил. Лучше, конечно, водородную, пить воду. Что это значит? То есть с избыточным количеством молекулярного водорода в ней. Ссылку на пару видео самых важных я оставлю вам под этим видео. Так, в двух словах факторы риска, самые яркие, ну, инсульта. Ожирение, курение, сахарный диабет, частые сильные стрессы, ну, болезни сердца, перенесенные ранее инфаркты, ну и сахар в еде, когда много в питании сладкого. Под видео я вам оставлю ссылку на важные инфопродукты, связанные с темой сердечно-сосудистых проблем и их лечений. Наборы и продукты, которые защищают от инсульта и инфаркта. И ссылки, конечно, на видео, которое я очень рекомендую вам посмотреть, чтобы знать эту тему досконально. Не верить кому-то, а понять, как все устроено. И, соответственно, причина следственной связи. Ну, а теперь, уважаемые зрители, досмотрите еще две минуты. Особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал. На нашем сайте nadgard.ru. И те, кто смотрит это мое видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgard.ru. Посмотрите хотя бы два раздела. Отзывы и новинки. Ну, а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте. Мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено. Обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите. Ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.